Хей! Всем большой привет, дорогие друзья! Добро пожаловать в Хижину Музыканта! Сегодня разберём замечательную песню Джеймса Брауна «I Feel Good». И прежде чем мы приступим к разбору, хочу предложить вам канал интересного парня, живущего в Европе, который записывает так же, как и я, музыкальные каверы, и уже снял несколько пранков над шведами и скандинавы в недоумении от него. Настоятельно рекомендую, дорогие друзья, зайти на канал Криса Слайна «Good Cavers», где вы сможете найти каверы на зарубежные, украинские и русские песни, современную и популярную музыку. Подписывайся на канал и окунись в миру музыки, фана и шуток вместе с Крисом Слайна. Рекомендую. Ссылочка на канал будет в описании под видео. А мы приступаем к разбору, дорогие друзья. Ну, как и было сказано раньше, разбираем песню «I Feel Good», и она будет в более-менее такой простой и лёгкой версии, чтобы каждый смог сыграть. Но здесь будут барышки, сразу предупреждаю. Но от них вы знаете всегда, как избавиться. Если что, напомню, как это сделать. Давайте вначале исполню совсем чуточку этой песни, и потом приступим уже к разбору непосредственно. Поехали! 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 Ахали! Поехали! 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 И так далее. На самом деле очень-очень простые аккорды, их всего лишь три. Тоника, субдоминанта и доминанта Именно, именно три аккорда Сама тональность песни Ре мажор на пятом ладу То есть вот таким способом Попробуйте взять То есть вот Ре аккорд Ре мажор Но его еще можно взять вот здесь на пятом ладу Средней посадкой Все аккорды должны быть у нас Семерочкой, то есть субдоминанной Убираем здесь вот Среднюю ноту Получается Д7 Первый аккорд Д7, который нам нужен Следующий аккорд Это А7 То есть вот аккорд А Так был А7 Здесь будет А На пятом ладу Верхняя посадка убираем мизинец Будет А7 Сдвигаемся Через один лад левее Получается G7 Аккорд, который нам нужен Третий Вот G Вот G7 И все Три аккорда Начнем с того, что Разграничим песню на части Это то есть Вокальная часть И проигрыш без вокала Так скажем Вот Как играется Вокальная часть Мы сидим на аккорде С7 Просто удары вниз Сделаем Да И вы зададитесь вопросом Сколько раз же нужно сделать удар Считаем На аккорде А7 делаем Вступление Ну то есть крик Да И потом начинаем I feel good I knew that I'm what now I feel good I knew that I'm what now So good So good I got you Все просто, да? Крик делаем на аккорде А7 И потом на С7 Долго сидим Простые удары мне сделаем Поем, поем И вот со слов I feel good Тут уже переходим на G7 И потом обратно на С7 Возвращаемся Потом удары So good I7 So good G7 I got you И тут проходимся Вот таким образом Но если все это собрать в одно То получается аккорд D9 То есть С нонной Аккорд с нонной То есть тот же самый аккорд D То есть ре мажор Только там у нас еще добавляется Седьмая ступень И плюс девятая ступень То есть вот таким вот образом Его нужно взять Давайте посмотрим как Пятая струна на пятом ладу Четвертая на четвертом ладу И Третья и вторая струна Берется на пятом ладу Первая открытая Вот А Какую проходку играем по струнам? На пятой струне Зажимаем пятый лад Ее играем Потом на четвертой струне Зажимаем четвертый лад Седьмой Потом на третьей струне Пятый лад И пятый лад На второй струне И вибратор там чуть-чуть делаем И получается И коротко играем Воспроизвели Расслабили пальцы Но не убираем со струны Если вы играете в группе Конечно же Особо нагружать Всякими лишними ударами Ваш бой не нужно А просто делаем Как в оригинале Там же звучит гитара Играем Простые удары вниз На каждом оккуле Делаем удар И расслабляем пальцы Кстати, не забывайте Но не убираем со струны Вот Нажимаем И расслабляем Ну и в принципе Вы все изучили Можно уже петь Но Давайте представим Ситуацию Что вы поете один И вам нужно играть Как можно разнообразить игру Те же самые два удара вниз Между ними Просто на блокированных струнах На пустышках Вставляем удар вниз То есть на расслабленных Раз Довольно просто Да Или же Еще проще вариант Есть Это вот Играть Так же на блокированных Струнах Но только уже Вниз Вверх Вниз Вверх И вот Такой Брейк Вставляем То есть Как Как Играем Удар вниз На звучащих Потом Вверх Вниз Вверх На блокированных Еще раз Три раза То есть нужно Одинаково сыграть Четыре Раз Три Четыре Раз Два И в конце Только уже Направление Звучащего удара Меняем Уже первый удар Вниз Будет на блокированных А вверх На звучащих То есть Понятно все Вниз На блокированных Вверх На звучащих Снова вниз На блокированных И вверх На звучащих то есть соединим вот и все в принципе еще раз кстати да не со звучащий удар начинаем а с пустышки то есть вниз сверх на пустых потом один раз прочувствуйте пойдет все то есть поехали все будет все понятно тут два удара вниз вниз и проходку делаем один раз разобраться с боем и уже налегке все пойдет а а таким же макаром идет дальше второй куплет скажем где альфин найс уже поем африлла а и 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 так уже проходку сделали дальше пошло соло саксофона и ударной установки Здесь мы молчим, по сути, но если руки чашутся, можно поиграть аккорд D7 Или, не знаю, постучать Если что, сами подберете эту мелодию, на нем задерживаться не будем, потому что разбираем легкую версию этой песни Потом идет часть, такая вставка, где у нас чуть-чуть аккорды меняются Здесь аккорды G7 Аккорды не меняются, просто меняются в порядок Аккорды G7 Мы тут уже чаще стучим вниз, просто вниз C7 Опять G7 А7 И опять Пошла основная суть Вот такая вот вставочка была Очень-очень просто играть Просто на аккорде F Сидим Делаем удар вниз и расслабляем пальцы Ну, где-то 8 раз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, C7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Аккорд G7 опять 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 удар на А7 И опять пошло I feel good И таким вот же макаром повторяется вот этот круг, который мы только что прошли Еще несколько раз Ну, основная суть поется Ну, основная суть поется Куплет Потом проигрыш с ксофоном Потом вставочка вокальная И опять, скажем так, сам припев И так вот повторяется раза 3 раза Раза 3 раза Вот Ну, теперь настал черед посмотреть концовочку Концы тут у нас все меняются В конце нам нужно сыграть проходку по нотам Какие ноты? Давайте посмотрим Это там все инструменты вместе играют Начало такое же, как в конце каждого куплета Пятая на пятом ладу Пятая струна на пятом ладу Четвертая на четвертом На седьмом Третья струна на пятом ладу Вторая на пятом Потом вторая на третьем ладу Потом третья струна на пятом ладу На втором Потом четвертая струна на пятом ладу На третьем ладу И пятая струна снова на пятом То есть И замедляем, кстати И в конце играем аккорд D9 Как я учил зажимать уже вас И как бешеный стучите уже по струнам Вниз, вверх, вниз, вверх Ну ладно, не суть Давайте быстренько еще раз повторим Вместе с остальными участниками Ваши группы должны вы сыграть Все Если что-то непонятно Прокручивайте видео обратно И смотрите снова это соло Это будет даже неким упражнением для вас Для ваших пальцев, для развития беглости Играйте на ускорение Этот плюсовой квадрат Аккорд D9 В конце не забываю В конце как происходит кода заключения Делаем Проходку делаем небольшую Как в проигрыше Потом еще раз И доканчиваем уже С партией основной гитары Разобрались Дальше давайте посмотрим Партию бас-гитары Она более-менее такая Тоже интересная Поехали Партию бас-гитары Партию бас-гитары Аккорд Аккорд Кое-жим Кое-жим Партию бас-гитары Продолжение следует... 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 Напоминаю, что я выпустил свой первый самоучитель игры на гитаре по своей методике. Этот курс называется «Освоим гитару за 7 дней». Ссылочка на этот курс будет в описании под видео. Если ты еще друг только учишься играть или вообще с полного нуля желаешь научиться играть на гитаре, то я тебе в этом помогу. И довольно быстро, специально для вас создавал этот курс для таких вот ребят, которые желают быстро научиться играть. Все пошагово расписал, отснял на видео и теперь вы без проблем можете сделать это и играть уже свои любимые песни. Ссылочка в описании. Ссылочка в описании, переходите, приобретайте курс. С вами был Раиль. Ждите новых видосов. До скорых встреч. Пока!